Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У нас закрытый жилой комплекс и абсолютно не хватает мест. Запирают в основном мусорные контейнеры. В формате выездной администрации состоялась очередная встреча с жителями. Вот, например, у нас есть пациент, который на завтра готовится на карантинную эндартрактомию. Какие еще операции проводят в двух новых отделениях Люберецкой областной больницы, расскажет Луиза Егей-Азарян. Любой предмет, какой бы ни был, это считается для водителя опасным. Он не имеет права открывать, не имеет права трогать, не имеет права поднять. В округе провели тренировки для водителей автобусов. Первый бой был тяжелый, мне попали по колену, а второй бой был тяжелее, он дольше. Во Дворце спорта состоялся региональный турнир по всестилевому карате. А теперь об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались главе муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2300 обращений. Возбуждено 23 уголовных дела, 15 преступлений раскрыто по горячим следам. На совещании обсудили дальнейшие действия при конструкции Наташинского парка. Из-за остановки стройки были приняты меры безопасности по ограждению травмоопасных зон. Завершить первоочередные меры планируют к концу ноября. Оплата подрядчику за частично выполненные работы при расторжении контракта в одностороннем порядке, хочу подчеркнуть, не предусмотрена и не проводилась. После расторжения контракта Федеральной антимонопольной службой было вынесено решение включить данную подрядную организацию ООО и МСК групп в перечень в реестр недобросовестных поставщиков. Отремонтированы 11 автомобильных дорог в Малаховке. В поселке Красково положили новый асфальт на дорогу и тротуар по улице Лорха. В поселке Красково была отремонтирована автомобильной дорогой по улице Лорха вместе с тротуаром. Протяженность составила 1 километр 570 метров и тротуар 580 метров. Работа по ремонту дорог в городском округе Люберц проводится с учетом мнений жителей. Принимают активное участие в голосовании на портале Добродел. Участники совещания ознакомились с экологическими проблемами в поселках. Были зафиксированы навалы строительных и бытовых отходов в частном секторе. При участии силовых структур и администрации нарушителям выписаны штрафы и постановления о приостановлении промышленной деятельности. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. До календарной зимы осталось чуть больше месяца. Однако первые снегопады начались уже сейчас. Насколько городской округ готов к борьбе с зимними осадками, показали на общеобластном смотре техники. Все подробности в репортаже моих коллег. На парковках вокруг зданий администрации сегодня только коммунальная и дорожная техника. Здесь представлен практически весь арсенал городского округа, который будет задействован этой зимой. От подручных средств и материалов до снегоуборочной техники и автовышек, предназначенных для очистки кровель. У нас достаточно много домов в городском округе. В большей степени это Малаховка, Тамилино. Часть есть в Красково. Там, где крыши носят характер именно ската. Там, где температурный режим переход из плюса в минус, образуются сосульки. Конечно, их необходимо убирать оперативно, чтобы ни в коем случае не допустить каких-то падений. Свою технику представили ресурсоснабжающие и управляющие компании, а также дорожные и аварийные службы, которые работают на территории городского округа Люберцы. Каждая организация отчиталась о готовности к зиме. На сегодняшний момент у нас в обслуживании 414 квартирных домов. Планируем 126 дворовых территорий. Порядка 150 человек персонала будут обслуживать зимний период. Это дворники. Заключены договора с подрядными организациями. Дополнительные на усиление это и на технику, и на людей. Также договора на вывоз снега и на уборку снега с кровью. Всего в Смотре приняло участие 170 единиц техники и более 250 рабочих. Проверка коммунальных служб прошла при участии сотрудников главного управления содержания территорий Московской области. Луиса Игия Зарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Что горожан волновало в этот раз, расскажем в сюжете. Один из важных вопросов на встрече благоустройства дворовых территорий. Анна Медечко обратилась с проблемой нехватки парковочных мест на улице Урицкого, 16. Водители оставляют транспортные средства даже в запрещенных зонах. Из-за чего выстекают проблемы с вывозом мусора. У нас закрытый жилой комплекс и абсолютно не хватает мест. Запирают в основном мусорные контейнеры. Так как очень многие соседи, к сожалению, не имеют возможности решить эту проблему самостоятельно в плане переговоров, то я вынуждена применять более серьезные меры этого запавлаковатора. Также обсудили работу жилищно-коммунального комплекса Оксана Разуменко с улицы Комсомольская. У нее в доме слабая подача отопления. Пришла на встречу для более детального рассмотрения вопроса. Ведь с этой проблемой жители сталкиваются не в первый раз. Проблема у нас в доме очень серьезная. Мы мерзли уже года четыре. Мы хотим попросить разобраться в этом вопросе глубже, чем просто ответить, что да, у вас норма 18 градусов. Потому что живем мы там 20 лет, и лет 10 назад у нас было все прекрасно. Сейчас у нас все как-то очень сложно. Хотим добиться ремонта крыши, капремонта дома. Жители поселка Томилино интересуются постройкой новых учебных учреждений. На данный момент там функционирует только одна гимназия номер 18, состоящая из нескольких корпусов. Вторая школа закрыта на капитальный ремонт. Все также были вопросы обсуждены и сроки названы по строительству новых объектов. Думаю, что те сроки, которые обозначены в документах, это 24-25 годы, строительство новой школы удовлетворили наших родителей. Сказали, будем очень ждать новую школу для наших детей. Все обращения приняты в работу. Информацию о следующих встречах можно узнать на официальном сайте и в соцсетях администрации городского округа. Реконструкцию Наташинского парка приостановили до весны. Завершить первый этап благоустройства обещали в этом году к началу сентября. Но подрядчик не справился со своими обязательствами. Администрация Люберец провела выездную встречу и рассказала жителям о дальнейшей судьбе парка. Компания, которая не справилась с задачей, работала из ряда вон плохо, некачественно, не в срок. Владимир Михайлович неоднократно, собственно, выезжал на объект, приглашал его к себе. Замечания не устраняли, сели и устраняли для повторного устранения нарушения. В результате, собственно, срыв сроков, принято решение о расторжении действующего на тот момент контракта. Подрядная организация успела демонтировать старое асфальтовое покрытие, завести щебень и частично уложить тротуарную плитку вокруг прудов. Работы по благоустройству входных групп в парк, смотровых площадок, дополнительного освещения вокруг прудов, установка скамеек и сцены напротив амфитеатра так и не были завершены. Места примыкания и переходов мы обязательно подсыпем, чтобы комфортно было идти не с топикации, не с коляской, не молодых человек в возрасте. Для удобства жителей сделают пешеходные дорожки, проведут временное освещение и вывезут строительный мусор. Работы выполнят в течение двух недель. Ближе к зимним праздникам на главной площади установят новогоднюю ель, а на крещение оборудуют купель. Наша задача сейчас перед зимой навести порядок на тех местах, которые фактически являются разбитыми, а это, к сожалению, входные группы. Все эти вопросы обсудили с жителями, все предложения записаны. Наша задача в этом году законсервировать проект, а на следующий год, так как контракт двухлетний, закончить проект и сделать оба этапа в один год. Наш парк опять будет нас радовать. Будем насыщаться здоровьем, силой. Ну, естественно, и праздничное настроение. К реконструкции приступят весной, после схода снега. Следующей осенью парк Наташинские пруды полностью преобразится. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В поселке Октябрьский праздник. Парк «Лесная пушка» принял первых отдыхающих. Масштабную реконструкцию провели в рамках реализации проекта «Парки в лесу», программы формирования комфортной городской среды и при личной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Поехали! Этого события жители округа ждали давно. Праздник собрал несколько тысяч человек. Первые гости лесной опушки уже оценили красоту и комфорт новой зоны отдыха. Мы рады, что у нас в поселке наконец-то появилось место, где можно в праздники проводить всей семьей время. Спасибо! Теперь мы будем гулять тут в любое время года. Можем уже здесь принимать дополнительные нормативы ГТО, как раз бег по пересеченной местности. Мне парк очень понравился, крутой. Там можно покататься на лошадях бесплатно. Сейчас будем бегать. Думаю, занять второе либо первое место. Массовый забег объединил более тысячи человек. Маршрут проходил через эко-тропу и лесной массив. Наравне с профессионалами легкой атлетики на дистанцию вышли и любители. Ну как тут забег-то? Класс! Спасибо! Узнаем снова выдели. Километр бежали в честь открытия прекрасного парка, который облагоустроился. С прекрасными спортивными кластерами, с прогулочными зонами, с зонами воркаута. И хочется, чтобы люберцы дальше процветали, жили, развивались. Еще одна площадка под открытым небом появилась и у активных долголетов. Первый марафон скандинавской ходьбы объединил более 50 человек. Обязательно ходьбой мы будем заниматься в этом парке. Отлично! Нам очень все понравилось. Это зона, где тысячи наших горожан будут проводить свое свободное время с большим комфортом. Сегодня праздник. Многофункциональные спортивные зоны оценила и бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. Российская лыжница приехала в Октябрьский вместе с семьей. Естественно, должна быть лыжероллерная трасса, потому что рельеф как раз для начальной подготовки равнинный. Самое то, чтобы научить деток кататься на лыжах. Здесь у вас спортивное ориентирование очень развито. Лыжные гонки будут развиваться. Здесь обустроили новые пешеходные маршруты, зоны для тихого отдыха. Установили спортивные и детские площадки. По периметру парка сделали освещение. Это очень большая территория. Площадь ее 115 гектар. И, конечно же, она всегда будет развиваться. Все предложения от жителей мы принимаем. Парк сделан для того, чтобы здесь заниматься активно спортом, отдыхать, набираться сил, здоровья. Первый этап благоустройства завершен. Реконструкцию лесопарка продолжат в следующем году. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. В администрации городского округа состоялось заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели ряд имущественных вопросов, а также утвердили новый состав молодежного парламента. Тему продолжит наш корреспондент. На очередном заседании присутствует 28 депутатов. В повестке дня 8 вопросов. В первую очередь народные избранники единогласно поддержали решение освободить от уплаты земельного налога женщину, достойных звания, мать-героиня. Документ подготовлен в соответствии с обращением прокуратуры городского округа Люберца. Документ установлен в порядке согласован. Все замечания и предложения учтены. Все депутаты проголосовали за передачу имущества из собственности городского округа Люберца в собственность Московской области. Кроме того, ряд объектов муниципалитет передал в аренду предпринимателя. В территории городского округа Люберца реализуется программа представления помещений, зданий по программе рубль за квадратный метр. В связи с изменением земельного кодекса Российской Федерации обращение Министерства имущественного отношения Московской области поступило в наш адрес. И в случае, если представляются по такой программе здания, то их необходимо представлять земельным участком автоматически. На прошлой неделе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов в молодежный парламент. Из 38 претендентов 21 вошел в состав нового созыва. Там есть и педагоги, спортсмены, медики, студенты, даже школьники. Мы все это сделали единогласно. Предлагаем утвердить данный состав, количество 21 человека. Принять. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Спасибо. Против, воздержались. Тоже, коллеги, решение принято. В конце встречи председатель Совета депутатов Владимир Ужицкий вручил руководителю Совета ветеранов Росгвардии Владимиру Халяпину знак отличия за плодотворный труд. Награждение состоялось в честь Дня работников службы вне ведомственной охраны. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Состоялось первое заседание обновленного состава молодежного парламента. В него вошли активные молодые люди, которые полны идей и готовы реализовать свои проекты на территории городского округа. Как началась работа нового созыва, расскажем в сюжете. Перед тем, как занять места в зале заседания, эти молодые люди прошли тщательный отбор. После подачи заявок на вступление в молодежный парламент, они выступили перед конкурсной комиссией с самопрезентациями. Список тех, кто вошел в новый состав, утвердил Совет депутатов. И только после этого молодые парламентарии приступили к работе. В первую очередь выбрали председателя. Есть предложение вынести данную кандидатуру на голосование. Кто за, прошу проголосовать. Единогласным решением молодежный парламент повторно возглавил Ашот Маргарян. Теперь ему предстоит работать практически с новой командой. Из 20-го человека 14 избраны впервые. Слышали, как хорошо наш просто созыв работал. Я очень надеюсь, что наш текущий созыв будет так же хорошо работать. И даже, надеюсь, лучше. Участники заседания утвердили регламент молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. Затем избрали заместителей председателя по внутренним вопросам и проектной деятельности, а также секретаря и пресс-секретаря. Кроме того, члены молодежного парламента утвердили перечень комиссий. И в каждой назначили руководителя. В этом году на базе первого стационара Люберецкой областной больницы открылось два новых отделения. Плановую и экстренную хирургическую помощь стали оказывать пациентам с заболеваниями и травмами нервной системы, а также артериальной и венозной патологиями. С новыми возможностями современной медицины ознакомился глава округа Владимир Волков. Оборудование экспертного класса позволяет проводить операции на головном или спинном мозге, а также позвоночнике и периферической нервной системе. Такая возможность появилась у люберецких нейрохирургов совсем недавно. Новое отделение распахнуло свои двери в мае этого года. Врачи уже готовы поделиться первыми результатами. Мы выполнили около 70 операций на головном и спинном мозге. Пролечено всего около 120 пациентов с хорошими творительными результатами. Мы оказываем пациентам помощь в плане черепно-мозговой травмы, гематомы, различного происхождения головного и спинного мозга. Для плановой хирургии это опухоли головного мозга, это грыжи диска, это аневризмы головного мозга. Отделение рассчитано на 15 коек, такая же мощность у еще одного нового блока больницы сосудистой хирургии. Здесь лечат пациентов с такими патологиями, как атеросклероз артерии нижних и верхних конечностей, а также сосудов головного мозга. Вот, например, у нас есть пациент, который на завтра готовится на карантинную эндартерактомию. У нас такая разработана нескольная методика. Мы сначала кладем пациентов на короткий курс консервативной терапии, чтобы подготовить его улучшить кровообращение головного мозга во время операции, чтобы, соответственно, минимализировать и избежать инсультов. И, соответственно, делаем открытым путем. За первые пять месяцев в отделении сосудистой хирургии провели около 50 операций. Кроме лечения пациентов, врачи занимаются и научной деятельностью. Мы помогаем пациентам с диабетической стабой. То есть стараемся максимально сохранить конечность, максимально минимизировать уровень ампутации и ведем таких пациентов. Помогаем как и хирургические, так и терапевтические. В новые отделения Люберецкой областной больницы поступают пациенты не только из городского округа и Московской области, но и из соседних регионов. Оказать квалифицированную помощь здесь готовы каждому. Луиса Игия, Зарян Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Автоальянс на рынке уже более 20 лет. Это один из крупнейших операторов рынка запасных частей в России. Глава округа Владимир Волков с рабочим визитом посетил логистический центр в поселке Машково. Компания активно пополняет ассортимент для легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также автохимии различных автомобильных товаров и инструментов. Автопарк компании насчитывает 92 единицы техники для оперативной доставки по Москве, Московской области и другим городам. Мы специализируемся в основном на автозапчастях, грузовых, сельхозтехнике. Отгружаем ее как оптовым клиентам, так и в розничные магазины компании. У нас есть клиенты в регионах, есть клиенты как в Новосибирске, в Уфе, в Перемену, в принципе, по всей России. Компания работает по прямым контрактам от крупных производителей «КамАЗ» и «Урал». Деятельность сосредоточена на комплексном снабжении автопарков запасными частями, товарами и услугами. В дополнение работает несколько выездных бригад для проведения диагностики, планового ТО и гарантийного ремонта техники. В данный момент строится второй терминал площадью 25 тысяч квадратных метров. Компания достаточно крупная и по оборотам, и самое главное, по человеческому ресурсу. Компания работает только на нашей территории. Здесь порядка 500 человек. После ввода нового корпуса нужны новые сотрудники, новые специалисты. В составе автоальянса три крупных отечественных производителя техники и более 10 брендов навесного и прицепного оборудования. Для компании нет региональных преград, а регулярные поставки на экспорт расширяют возможности сотрудничества по всему миру. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Как себя вести водителю автобуса при обнаружении в салоне подозрительных предметов? Алгоритм действия отработали во время очередной тренировки, которую провели в Люберцах на маршруте 12-25. За ходом учений наблюдали и мы. Приехав на конечную остановку, водитель выпускает всех пассажиров и проводит осмотр салона. В случае обнаружения подозрительного предмета обозначает место его нахождения сигнальной лентой и отгоняет автобус на безопасное расстояние. Покинув транспортные средства, водитель передает информацию в автобусную диспетчерскую и службу 112. Водитель как отработает, как проводит оповещение, как обозначение данного предмета. Ну, куда автобус отогнать в более безопасное место? От дома мы отогнали, потому что дом, если вдруг взрыв, уже дом, естественно, будет повреждение. Автобус отогнали, мало-немало, от дома где-то уже метров 70-80 есть. Пока с водителями проводят инструктаж, на месте происшествия уже работает патрульная служба. Сотрудники полиции осматривают салон. Подозрительный предмет вызывает сомнения в своей безопасности. Нужно подключать кинологическую службу. Кинолог с собакой осматривает автобус и снаружи, и внутри. Со своей работой пёс Джонни справился оперативно. При транспортного средства служебной собакой ничего не обнаружено. Срывчатых веществ и устройств не обнаружено. Хорошо, спасибо. Действия водителей грамотные, не носят лишнего суетливого характера. Отработанные элементы у них слаженные. На данной тренировке показывают, что все службы работают хорошо, своевременно реагируют, наряды пребывают вовремя. Тренировки проводятся для того, чтобы водители всегда были бдительны, внимательны, осторожны. Любой предмет, какой бы ни был, это считается для водителя опасным. Он не имеет право открывать, не имеет право трогать, не имеет право поднять. Самое главное, чтобы водители знали правильное действие таких ситуаций. Такие тренировки для водителей межмуниципального автотранспортного предприятия номер один проводят регулярно. В Люберцах, Латкарине, Дзержинском и Жуковском они прошли успешно. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Ученикам напомнили о правилах дорожного движения и рассказали о пользе световозвращающих элементов. Профилактический урок для начальных классов провели сотрудники госавтоинспекции в гимназии номер 44. Подробнее расскажет наш корреспондент. Особую актуальность проблемы наездов пешеходов в темное время суток приобретает с началом осеннего-зимнего периода. В условиях сумерек и темного времени суток, которые осенью и зимой наступают рано, водитель способен воспринимать только 5% информации о той, которую он видит днем. Знаки автомобиля и даже инспектор ГИБДД. В актовом зале для учеников начальных классов разыграли сценку по правильному переходу дороги, познакомили со знаками регулировщика. Напомнили о значениях сигналов светофора и рассказали, как действовать при его отсутствии. Это знак внимания. Внимание не только для транспорта, но и для пешеходов. Вы стоите. Если я показываю рукой, можно переходить. Особый акцент сотрудники госавтоинспекции сделали на световозвращающих элементах. Ведь именно эта деталь помогает пешеходу быть заметнее для водителя в темное время суток. После просмотра обучающих видео и практического занятия ученикам вручили подарки – наклейки, отражающие свет. Я вот всегда, если я их нахожу, то уговариваю маму их купить. У меня даже на шкафу есть целая их коллекция. Я их всегда, когда надо, я вот все эти браслеты, я их одеваю. Такие профилактические уроки проводят регулярно. Они направлены на повышение дорожно-транспортной безопасности пешеходов. Особое внимание уделяется школам и детским садам. Собираем правила! Собираем правила! Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Коломне состоялся московский областной слёт юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023». В нём приняли участие команды юных инспекторов движения «Подмосковья», которые заняли первые места в своих городских округах. Люберцы представили воспитанники 44-й гимназии. С регионального этапа ребята вернулись с победой. Жёлтый автомобиль проедет первым, красный – вторым и зелёный – третьим. За плечами у юных инспекторов уже две значимые победы, но они не расслабляются. В свободное от учёбы время пополняют копилку знаний и повторяют пройденный материал. С помощью специальной обучающей доски рассматривают различные ситуации на дорогах и подробно разбирают каждый случай. С трамваи ребятки уступают. В каких трёх случаях, Настя? Когда он выезжает из депо, когда у него уступи дорогу и когда у него горит красный сигнал светофора. Любим ли? Также уверенно ребята справились с заданиями на областном слёте «Безопасное колесо». Обойдя конкурентов со всего региона, взяли первое место, а также показали лучшие результаты в конкурсах знатоки правил дорожного движения и знаний основ оказания первой медицинской помощи. Именно вот с этим отрядом мы к этому шли ровно три года. Мы участвовали в районном слёте. В прошлом году мы ездили на областной слёт, мы там были пятыми. А в этом году мы наконец-то стали первыми. То есть ребята очень упорно трудились не только в течение года, но и летом. Они катались на велосипеде, летом они изучали правила, дома репетировали повязки. То есть непрерывный такой труд был. На этих знаниях я занял первое место по медицине среди всех мальчиков. Каждый решал свой билет, который ему попался. Мне попался, например, тринадцатый. Я вот решала, его сидела. Я очень сильно радовалась. У меня тряслись руки, потому что я не думала, что у нас будет там третье или четвёртое место. Но на этом конкурс для юных инспекторов не завершён. Впереди самый волнительный всероссийский этап. К нему школьники готовятся с особой ответственностью. И в своих силах нисколько не сомневаются. Первое место наше. Детской хореографической школе Люберец исполнилось 30 лет. Сегодня она славится высокими достижениями, профессиональным коллективом педагогов и талантливыми воспитанниками. На праздники, посвящённом юбилею одного из ведущих учреждений культуры России, побывали мои коллеги. Их зрелищные и яркие выступления украшают любой праздник. Ни одно мероприятие в городском округе Люберца невозможно представить без участия воспитанников детской хореографической школы. И на концерте, посвящённом 30-летию родного учреждения, они снова на сцене. На сегодняшний день в хореографической школе обучаются более 500 детей. Они изучают 16 различных танцевальных направлений. С ними работают 43 преподавателей-концертмейстера. И эти цифры – результат 30-летнего творческого пути. Начиналось, конечно, не с такой. Махины и костюмы были своими руками шиты. И музыка не вся, как бы не на всех инструментах. Сегодня даже инструменты новые. И преподавателей много, и молодых, и новых, и концертмейстеров. Так что всё растёт. Количество побед и участий в крупнейших всероссийских и международных фестивалях тоже растёт. Сегодня три хореографических ансамбля школы имеют звание «Образцовый коллектив». Что хочется пожелать? Конечно же, не останавливаться ни в коем случае над «Орским», но там, чтобы наша школа только расширялась, набирала обороты, чтобы также серьёзные грамоты, награды, признания всегда сопутствовали вашим усилиям, вашим трудам. Преподавательскому составу вручили благодарственные письма губернатора Московской области и главы городского округа Люберцы. Коллектив школы поздравили и депутаты Московской областной думы Игорь Кахан и Дмитрий Дениско. На праздничном концерте отметили труд каждого, кто не просто прививает детям любовь к танцу и искусству, но и участвует в воспитании подрастающего поколения. Уиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкие участники клуба «Активное долголетие» идут в ногу со временем. Единомышленники познают компьютерную грамотность. На одном из занятий побывала Анастасия Кладинова. Чтобы сделать большую буковку, мы нажимаем «Кабс» обязательно. Цель таких занятий – научить людей пожилого возраста пользоваться современными технологиями. В обучение входят основы использования компьютера. На курсах рассказывают не только о подготовленной программе, но и помогают решить личные вопросы. Когда у наших пенсионеров возникают какие-то вопросы, молодое поколение в силу занятости не может помочь и подсказать, мы всегда открыты и рады их увидеть и, соответственно, решить их проблемки. Участникам «Активного долголетия» показывают, как самостоятельно регистрироваться на сайтах и ориентироваться в них. Рассказывают о пользе приложений Word, Excel и PowerPoint, чтобы пожилые люди могли сами составить и распечатать текст, нарисовать и скачать нужную картинку или сделать таблицу. Занимаюсь не только компьютером, я с удовольствием хожу сюда рисовать. Мне здесь очень нравится, здесь прекрасные преподаватели. И у меня такой появился, в общем-то, такое огромное желание всё узнать, узнать побольше, не быть обузой и внуком, а уметь наравне с ней, со своими внуками, играть в этих игр и разбираться во всех программах. Занятия по компьютерной грамотности в библиотеке «Бригантина» проходят каждую среду в 15.00. В курс входит 10 уроков. Записаться можно через клуб «Активное долголетие» или посетив библиотеку. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Первенство по масс-рестлингу прошло в гимназии номер 56. Этот вид спорта набирает свою популярность среди молодёжи. С участниками удалось пообщаться нашему корреспонденту. Сегодня участников более 50. У нас только в весовой категории до 70 килограмм 22 участника, что является, если не побоюсь этого слова, рекордом России, чтобы в такой весовой категории столько было участников. Накал страсти очень большой и очень радостный то, что масс-рестлинг с каждым годом, с каждым днём обретает большую популярность. Победителем в перетягивании считается тот, на чьей стороне оказался соперник или палка. Софья Конюхова попробовала себя в этом спорте в 2022 году. С виду показалось, что это просто. И после первых соревнований Софья начала более серьёзную подготовку. Этот вид спорта я открыла для себя, наверное, год назад и активно начала в нём участвовать как раз-таки с прошлой осенью. Мне кажется, это отличная возможность для того, чтобы показать себя в каком-то другом направлении. С одной стороны, ты девочка, но борешь очень сильных спортсменов. Олег Олег Беров – выдающийся спортсмен. Принял участие в соревнованиях по новому для себя направлению. Его пригласили от школы. Сам Олег занимается армрестлингом. Но даже для подготовленного спортсмена состязания были нелёгкими. Я занимаюсь армрестлингом. В связи с этим я могу какие-то моменты показать, то есть какую-то статику, передержать противника, ещё что-то сделать, захват, перетянуть его. Ну, конечно, тяжело. Всё в новинку, оно тяжело. Соревнования проводят ежегодно, после чего отбирают новых кандидатов на состязания более сложного уровня, а именно первенство Московской области и первенство России. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Стартовал второй всероссийский фестиваль детского дворового баскетбола «Три на три». В финальных соревнованиях, которые пройдут в конце года, встретятся лучшие команды регионов. С какими результатами завершился отборочный этап в округе и кто представит люберцы в регионе, расскажет в наш корреспондент. 36 парней и девушек в возрасте 13-14 лет. Правила игры в стритбол им знакомы. Но в подобных соревнованиях многие участвуют впервые. Меня привлёк баскетбол тем, что у меня же рост позволяет. Я могу спокойно кидать, научиться. Я сейчас учусь играть в баскетбол. Настрой отличный, пытаемся победить. Всё делаем, поддерживаем команды друг друга. Наравне с новичками за призовые места состязались и опытные игроки. Тимофей Дьяков занимается баскетболом 8 лет. Сегодня выступает за команду Люберецкого «Спартака». Мы часто участвуем в всяких соревнованиях. Первенство России, Первенство Московской области. Везде принимаем участие и настроен у нас всегда боевой. Мы уверены в своих силах. Мы победим. Турнир по уличному баскетболу в округе проводят второй раз. В этом году участвовали 12 команд. В прошлом году принимало гораздо меньше команд участия, нежели чем в этом. Ну, очевиден рост интереса и популярности баскетбола в нашем городском округе. По результатам муниципального этапа турнира по уличному баскетболу, первое место завоевала команда «Спартак». Теперь чемпионам предстоит защитить честь Люберец на областных соревнованиях. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе провели региональный турнир по всестилевому карате. Соревнования, посвященные Дню народного единства, во Дворце спорта «Триумф» собрали около 200 участников. На спортивном празднике работали и мы. Участники приехали на соревнования из разных городов Подмосковья. Систилевое карате – это возможность в рамках одного вида спорта выступить по разным правилам. Так в один день прошли три турнира. Есть правила разной направленности. Есть ката, есть поединки. Причем поединки для тех, кто предпочитает работать без амуниции, но не бить в голову. Те, кто согласны атаковать в голову, по ногам, в борьбе, что-то вроде ММА современного, но в защите, чтобы не причинить травмы. И есть традиционные, которые, скажем так, то, что мы представляем себе, представление о карате. Общие правила разрешают удары кулаком, ребром ладони и стопой. Запретные зоны – голова и шея. Алексей Тверской участвовал в поединке с полным контактом. Он занимается карате 12 лет. Приехал на соревнования из Дубны. Я занял третье место. Первый бой был тяжелый. Мне попали по колену. А второй бой был тяжелее. Он дольше был. Веронику Голубову в этом виде спорта привлекли дисциплина и способность выплеснуть эмоции. Несмотря на небольшой опыт, всего два года у Вероники большая коллекция наград. Я очень много перепробовала разных видов спорта. И карате максимально просто мне в душу запал. У меня очень классный тренер, классный просто коллектив. И такое я встретила именно в карате. В региональных соревнованиях у меня первое место. Участие в турнире – это шанс попасть в сборную Московской области на 2024 год и выступать на первенстве России. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте лрт.тв или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова